САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА Второй период активнее начал Новосибирск, за пару минут увеличив отрыв до 7 очков. Защитники Самары, однако, справились с натиском соперника, а форварды сделали свою работу у кольца. На большой перерыв самарцы ушли, ведя в счете 37-35. Мы доволен только началом, когда дали сыграть лидерам. И Жуканенко в первой половине Солирова забил 11-12 очков. И Зазулин забил столько. После первой половины у них два игрока забили больше, чем половина очков всей команды. С этими игроками поначалу не было такого персонального внимания к ним. Потом, когда сделали какие-то коррективы после перерыва, стали играть более жестко, более плотно. И, в принципе, получилось все. Третья 10-минутка прошла на равных. То одна, то другая команда вырывались вперед на пару очков. А вот в концовке матча Самара перестала забивать. А Новосибирск, наоборот, проявил свои снайперские качества. И табло показывало 17 очков в их пользу. Не смог изменить положение вещей на площадке, вышедшей на замену в последние минуты матча, и Евгений Минченко. В итоге игра закончилась со счетом 61-74 в пользу Новосибирска. Пока мы не готовы играть на данный момент на протяжении всей игры. Отдельные отрезки играем, а отдельные просто провалы. Просто провалы. Что в защите, что в нападении. Самара терпит второе подряд поражение и занимает шестое место из 13-ти. Лидер Суперлиги Сахалин. Четыре победы в четырех встречах. На очереди у Самары темп из Ревды и Урал из Екатеринбурга. Матчи пройдут на выезде на этой неделе в среду и в субботу. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова